Это кто же такой у нас сидит в пакете? Я тут люпины разбираю, короче смотрю она в пакете так сидит, думаю надо фоттик взять, смысл телефон, и это, ее заснять. Она взяла и удрала. Аня взяла и удрала. Тут сижу, она ко мне прыг, прям почти в тарелку, пришлось убрать тарелочку. И животное полежать. Только я легла с животным, как она увидела жопу с ушами, и удрала, и удрала, хулиганка такая, хулиганка. Алиска. Ну что, дальше подрала. Люпины там, люпины у хозяина, у хозяина тут люпины, вон там люпины, шкурки от люпинок, вот здесь люпины. Весной еще этого года узнала про то, что из семян люпинов делают муку. На Вайтберис продается мука 300 грамм, что-то за хрена стоит. Я сейчас разбираю эти люпиновые семена, которые уже готовые. Собираю, которые еще не готовые. Их, вот она упала, веточка, которая еще не готовая, буду досушивать. У дома Галкиных очень много люпинов. Там еще и мальбор цветет. Я в прошлом году что-то стеснялась ее собрать. А так как по заре, хотел сказать, выдраблен, в Ескино не съездить, да и сейчас тут такие дни сейчас пойдут. Когда, ну как бы, та часть деревни, где есть нужные цветы, в принципе, независимая часть. Но хрен знает, вдруг туда припрется не очень хороший человек. В определенные дни можно напороться на не очень хорошего человека, который лазает в Дегинина. Ну, короче говоря, и жарко, и дни сейчас не такие. Хотя я вот хочу сегодня на велике проехаться немножко, ближе к вечеру. И у Лиска на повороте на Ескино глянуть, растут ли сейчас там красавники. Если есть, то собрать. У меня там ролик уже за сегодня был, где-то на полторы минуты. Я, наверное, потом их смонтирую всех вместе, если сегодня еще что-нибудь на телефон засниму. Блин, вот сейчас камера приехала, но камеру еще не расчехляла чисто, чтобы записать. Там, кстати, аист. Поэтому я с тобой, зритель, не буду ни приветствоваться, ни прощаться. Я в предыдущем ролике поприветствовалась и попрощалась. Аист. Приблизится или нет? Евот булькает, хотя мы с ним недавно ели. Обедали. Ох. Лап дрожит. Я тут решила себе осенью сделать пластиковое окно, ибо все равно в этом году из-за корововируса никуда особо не съездить. Да, наверное, никуда и не съездить без геморрота. Поэтому у меня сейчас все деньги пойдут откладываться на это окно. Ибо само окно большое, пластик стоит дорого. Помощи ждать не откладываю. Не, может, когда-нибудь я созреваю на эту штуку. Но денег у меня на эту штуку сейчас нет, принципиально. Ты вообще сейчас денег как-то нет? Что-то у меня в этом месяце как туда хрена истратилась я найду внезапно для деревни. Поэтому терпит тебе зритель дальше эту тряску руки с нережащего телефона. Тут что-то страшное ходит. У нас была гроза, отрубили свет и я собираюсь на вечернем домой. Потому что без света на плитке не приготовишь. Птичка. А, птичка, которую я до этого приняла за мышку или лягушку. Может, это все-таки лягушка? Да. По-моему, это лягушка, облом. Просто до этого в палисаднике с окна видела, как прыгало что-то такое похожее на крысу. А потом, как полетит, оказалось что-то птенец этого самого дрозда. Обломинга, это лягушка. Она не полетит. Крыльев у нее нема. Вообще сегодня проснулась, а точнее утром, когда пошла воды набрать, в ведре сидела лягушка и пыталась выпрыгнуть. Бедненькая. Видать, ей мозга хватило запрыгнуть, а как обратно не дошло. Ветер пошел. С деревьев полил. Закапало то, что было. По ходу дела она вон тут упрыгивает. Ветер «Измут» Ветер «Измут» Ветер «Измут»